Всем привет! Меня зовут Варвара. Мы продолжаем шить куклу Тильду и это вторая часть. Если вдруг вы не смотрели первое видео, то обязательно переходите по ссылке в описании и смотрите его. В нем я очень подробно рассказала о том, как сшить тело для куклы, а также мы нарисовали лицо. На этот раз начинаем с выкройки воротничка. Выкройку такого воротничка будет сделать очень легко, если у вас уже есть заготовленная выкройка платья, футболки или какой-то рубашки. Любой вещи, в которой есть горловина. Начинаем с того, что обводим горловину платья на листе бумаги, а затем лист переворачиваем на 180 градусов и также с примыканием обводим еще раз горловину. Перед и спинку делим пополам. От одной из отметок в каждую сторону отступаем по 2-3 мм. А затем рисуем желаемую форму воротничка. Здесь можно сделать абсолютно любой угол наклона и абсолютно любую ширину, такую, какую вам нравится. Также и отступ можно сделать абсолютно любой, но желательно, чтобы он все-таки был, хотя бы в миллиметр. Длина моего воротничка спереди оказалась примерно полтора сантиметра, а ширина 6 мм. И, конечно же, ссылку на файл со всеми используемыми в этом видео выкриками я оставлю в описании. Пришло время выкраивать детали платья. Выкраиваем 4 одинаковые детали. Также выкраиваем 2 рукава и воротничок, который сшивать будем в первую очередь по внешнему шву и наружной части уголков. После сшивания воротничок выворачиваем и временно откладываем. А пока сшиваем по 2 детали по плечевому шву. Воротничок будем вшивать в платье сразу же. Для этого располагаем его между двумя деталями, сложенными лицом друг к другу. И прострачиваем по необходимому контуру горловины. После сшивания излишки припуска обрезаем, оставляя в буквально 2-3 мм ткани. Затем выворачиваем, вкладывая одну из деталей в полученное отверстие. Ткань немного скукожилась, поэтому все необходимо тщательно проутюжить. К центру воротничка приклеиваю маленький бантик из зеленой атласной ленты. Теперь пришиваем рукава. Я долго не могла с ними справиться и поэтому один рукав экспериментально пришила перед тем, как показывать вам. Начинаем с того, что совмещаем центр рукава с плечевым швом, закалываем иголками и сшиваем половину. А затем пришиваем также и вторую половину, так как детали очень мелкие, пришить целиком сразу их не получится. Затем обрабатываем рукав по низу, для этого делаем обычный подгиб в два раза и прострачиваем. После этого рукав и основу цельно сшиваем по боковому шву. Для юбки понадобится небольшой прямоугольник из основной ткани и также полоска для обработки низа. К основной ширине полоски прибавляем с каждой стороны по сантиметру для обработки. После обработки обеих сторон полоски присбариваем ее с одной стороны с помощью обычной нитки. Распределяем складки равномерно на этой полоске и пришиваем ее по низу юбки. Чтобы пришитая оборка не топорщилась, по самому краю основной детали делаем отстрочку, захватывая припуски шва. Теперь юбку сшиваем по боковому шву. Поверху также немного ее присбариваем и изнутри вставляем деталь верха. Детали складываем лицом друг к другу. Закалываю с помощью булавок, чтобы ничто никуда не съехало и прострачиваю на машинке. Обрезаю излишки припусков и обрабатываю по краю. Наше платье практически готово. На талию я решила добавить белое капроновое кружево. Оно достаточно тонкое и легкое, поэтому пришивать я его не стала, а закрепила сзади с помощью вот такого бантика на клей. На этом платье готово и осталось лишь сделать берет. Для берета буду использовать мягкий фетр темно-зеленого цвета. Обвожу и выкраиваю заготовку из фетра. Для того, чтобы сделать выкрик у берета, необходимо начертить круг желаемого диаметра, очертить еще один круг центром в той же точке, диаметр которого будет равен двум диаметрам первого круга. С помощью нитки мулинефтон присбариваю заготовку по самому краю и примеряю на куклу. Берет идеально подошел, а это значит, что нужно лишь завязать узелок и красиво спрятать нитку. На этом все. Вот такой нежный весенний зайчик у нас получился. Обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. До встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok